Вы знаете, в Израиле все общины называются мессианскими. На самом деле эта идея немножко далека от истины, потому что то, что называется мессианская община или егудим хасидей Ешуа, то есть праведники, оправданные Ешуа, если мы берем эту тему и смотрим ее в формате истории Нового Завета, то мы видим, что все первые ученики Ешуа были евреями. И суть их совместного служения всегда была чисто еврейская. Там все было по еврейски устройства, дома, синагоги, общины, все оно было примерно одинаковое, как в Израиле было испокон веков. Их называли евреями, и в то время, даже когда добавляли приставку Талмидей Ешуа или Хасидей Ешуа или Назарым, по-разному говорят, как их называли, это все равно всегда выражало, что не евреи, просто течение немножко другое, как сегодня про евреев говорят, ортодоксальные или консервативные, или реформаторские, или другие. Все евреи, но по-разному себя выражают. Написано в деяниях апостолов, что в определенный период времени верующие из неевреев в Антиохии стали называться христианами. Христианин – это точный перевод слова машиах, мещихи, но постепенно общины, которые выстраивались из нееврейских последователей Ешуа, вносили в свою среду очень много того, что, наверное, характеризуется как национальными особенностями. Часто эти национальные особенности были также старыми воспоминаниями о религиозных поклонениях разным идолам и прочее, прочее, прочее. Короче говоря, через 2000 лет то, что называется христианской церковью, это в одной мере строится на еврейских священных писаниях, еврейском Машехе и боге Авраама, Ицхака и Якова, но с другой стороны, внесены в служение целый ряд, не только в служение, и в толкование, целый ряд культурно-нееврейских аспектов. Сказать, что это плохо? Я тоже боюсь сказать, что это плохо, потому что Бог ценит разнообразие. Но когда мы говорим за сегодняшние мессианские общины, мессианских евреев, я считаю, что Небесный Отец, наверное, подвигает нас восстановить, реабилитировать, реставрировать ту культуру, насколько это возможно, чтобы мы могли быть евреями, исполняющими наши еврейские обряды, но наполняя наполнением истинного Машеха. И здесь есть определенное различие, оно тоже правильное и хорошее. Как сотрудничать между нами, между мессианскими евреями и между христианами? Да обычно сотрудничать, как Новый Завет говорит, почитая друг друга братьями в Иешуа, не навязывая один другому и своих, в кавычках, монастырских правил. И я думаю, тогда можно и сосуществовать, и исполнить то Божье призвание к различиям, что много нас различных, но одна вера в Иешуа объединяет нас. Ну вот как-то так я понимаю это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова